15 июля 2020 года случилось то, чего ожидали многие любители музыки в России и странах СНГ. Музыкальный стриминговый сервис Spotify официально начал свою работу в этих регионах. Это не значит, что до этого момента желающие не пользовались сервисом, просто было чуть сложнее. Приходилось регистрировать аккаунт в другой стране через VPN и заходить в него каждые две недели. Также это было чуть дороже. Так, например, индивидуальная подписка в США обойдется вам в 10 долларов, примерно 700 рублей. И некоторые продолжают ею пользоваться, чтобы не видеть наши чарты и получить доступ к некоторым функциям. В своем отчете для инвесторов за третий квартал 2020 года шведская компания сообщила, что запуск в России и СНГ стал самым крупным для Spotify за все время и обеспечил большую часть роста подписчиков за данный период. По данным исследовательской компании Mediascope, за первые месяцы работы в России Spotify стал шестым по популярности музыкальным сервисом на мобильных устройствах. Мой опыт показывает, что все не так классно через два месяца, как хотелось бы. Прошло достаточно времени, мы вдоволь попользовались сервисом и пора сделать для себя выводы. Кто-то доволен работой сервиса, а некоторые разочаровались и рассматривают для себя переход на другие платформы. У нас уже было видео, в котором мы рассказывали о преимуществах Spotify перед другими сервисами, однако это видео будет его полной противоположностью. Причина не пользоваться Spotify. Чтобы этот видеоролик не выглядел как гневный фидбэк одного недовольного пользователя, я обратился на форум к крупнейшему сообществу пользователей Spotify с вопросом, что их раздражает или не нравится в Spotify. Вопрос вызвал дискуссию, хороший фидбэк в личку, и проанализировав всю эту информацию, мы приступили к работе над данным видео. Также хочу отметить, что проблемы, о которых пойдет речь далее, могли быть у Spotify еще до запуска в России, и я мог этого не знать, но факт остается фактом, что как минимум год их не фиксят. Более того, многие обещания подопиливания функционала до сих пор не выполнены, и такое ощущение, что мы пользуемся урезанной версией Spotify. Рекомендации. Пожалуй, то, что больше всего разочаровывает, это хваленная многими система рекомендаций. Spotify выкатывает персональную подборку треков в виде шести ежедневных плейлистов микс дня и один еженедельный открытие недели. К последнему претензий нет, он предлагает к прослушиванию не только новых артистов, но и непрослушанные треки артистов, с которыми ты уже знаком. Порой действительно открываешь с этим плейлистом что-то новое для себя. Плейлисты микс дня в большинстве случаев предлагают треки, которые уже есть в твоей библиотеке или плейлистах. Зачем? Если я захочу послушать любимый трек, то я просто сделаю это через вкладку «Любимые треки» или «Иной плейлист». У плейлистов микс дня есть один плюс, они разделены по жанрам или настроению. Так, например, один плейлист предлагает мне прослушать бейс-музыку, а другой российскую электронную попсу. Да, да, есть за мной грешок. В общем, в плейлисте с попсой вы менее вероятно найдете какой-нибудь хардстайл трек, который будет выделяться среди всех треков в этом плейлисте. Грубо говоря, эти плейлисты напоминают флоу в дизере, 50% треков из твоих любимых, остальные 50% рекомендации. Радар новинок. Это вообще основное, почему я перешел на стриминговую платформу, однако это не является тем, чего я ожидал от Spotify. Сейчас поясню. Я подписан на более чем две сотни артистов, а радар новинок ограничивается только 30 треками. Почему? Но больше всего бесит, что в конце списка этого плейлиста какая-то дичь. Там артисты, на которых я не подписан, или то, что по мнению Spotify может мне понравиться. Ау, Spotify, у тебя для этого есть плейлисты, о которых я рассказывал выше. В открытиях недели тоже 30 треков, но согласитесь, куда важнее радар новинок, через который удобно получать свежую музыку от исполнителей, на которых ты подписан. И самое интересное, что радар новинок Spotify может подсовывать в течение нескольких недель разные треки с одного релиза. Вместо того, чтобы уместить в эти жалкие 30 строчек больше нового материала, он мне сует другой трек с релиза недельной, а то и двухнедельной давности. Тут на помощь приходит Гуфи, с помощью которого я собираю новинки отслеживаемых исполнителей в отдельный плейлист. Однако этим Гуфи не ограничивается. Функционал у конструктора обширный, а навыки программирования не требуются. И если тебя это заинтересовало, то ссылку оставим в описании. Ну и по теме радара новинок хочется рассказать о байте на прослушивание, который вроде как уже пофиксили. По крайней мере в последние несколько месяцев я больше не замечаю этой проблемы, но если у тебя встречается похожая ситуация, то напиши об этом в комментах. Суть байта очень проста. Какой-то ушлый артист ставит у себя в авторах трека имя известного артиста, допустим, Алисо. И в день релиза этот трек попадает ко всем, кто подписан на Алисо. Посмотри на этот плейлист. Такое название отнюдь не спроста. В этот плейлист я с недавнего времени закидываю треки, которые связаны с проблемами выше. Не, ты конечно можешь сказать, что я сюда специально накидал отборной ерунды, но ты серьезно думаешь, что я настолько отбитый? Я просто закидываю треки именно в этот плейлист, так как в большинстве случаев они попадаются мне в радаре новинок, а он обновляется каждую неделю. Давай подробнее разберем несколько случаев. Например, вот этот трек как раз был написан в соавторстве Салесо. По крайней мере его автор так думает. Запомни это лицо. Этот парень пишет плохую музыку. Сейчас это пофиксили и имя Алиссандро уже убрали из соавторов. Но представь, каково было мне, когда я услышал этот трек в радаре новинок. А вот этот Ivory вовсе не тот, на которого я подписан. Окей, у меня в подписках есть исполнитель Астронавт, которого я слушаю с 2013 года. Сейчас этот артист не так активен, как в начале прошлого десятилетия. Но иногда я люблю возвращаться к его музыке не просто за ностальгией, а за музыкальной усладой. До сих пор звучит круто. Давайте послушаем парочку треков с его последнего релиза. А теперь представь картину. Я увидел в радаре новинок Астронавта. Я обрадовался. В предвкушении включаю трек. И там, блять, вот это. Вот это трек у меня здесь из-за Никиты. И на фоне него наш Никита вполне неплох. И последний пример в качестве исполнителя Стефан, на которого я тоже подписан. Судя по всему, появился еще один Стефан, и я часто слышу его у себя в радаре новинок. Обратим внимание, что данного релиза нет у, скажем так, моего Стефан. Однако у других артистов этого релиза он отображается на их странице. Ты че, дурак? Я начну с того, что релиз радар, это, наверное, второй по нужности и по важности плейлист после Discover Weekly от Спотифая. Но в то же время, блин, как же, как же он сломан. Он просто, он максимально, он проклят, и он сломан. Вот то, что ты заметил, слава богу, ты заметил, не я один такой шильз, поехавший. У меня, чтобы ты понимал, вот я подписан на 800 с лишним артистов. И, не знаю, 10 из них практически постоянно, минимум. И их все в донимы забирают, какие-то еще, ноунеймы, и все вписывают, как, ну, как ты говорил. Я вот это заметил два года назад, и явно это скоро пофиксят. Прошел год, прошел второй, и ничего. Другая проблема в том, что у Спотифай, вероятно, нет какого-то уникального ID артиста, как, например, ID у страниц ВКонтакте. И если ты подписан на певца Никиту, то тебе запросто могут попадаться треки других Никит, которых Спотифай тебе предлагает просто из-за одинакового имени артиста. Управление плейлистом. Очень неудобная реализация удаления трека из плейлиста. Почему бы не сделать проще? Совершаешь такие же манипуляции, как и при добавлении трека, только во второй раз он предлагает удалить. Вот какой вот смысл от этого окна. Очень удобно реализована эта фишка ВКонтакте. Сортировка. Раз уж затронуты плейлисты, то не совсем понятно, как они вообще сортируются при работе с меню «Добавить в плейлист». В мобильной версии приложения на верхнюю строчку поднимается тот плейлист, в который ты добавлял трек в последний раз. В целом это удобно, если ты слушаешь какой-то тематический плейлист, ты добавляешь из него треки в аналогичный плейлист у себя. Однако в настольной версии приложения такой сортировки нет и плейлисты статичны. При обновлении плейлиста другого пользователя не видно, какие треки были добавлены. Конечно, как вариант, автору плейлиста можно поставить сортировку по дате, и подписчики этого плейлиста увидят, что он недавно был обновлен. Разделение библиотеки по жанрам. Этого очень не хватает, и пока приходится выкручиваться собственными силами. Лично я сразу закидываю понравившийся трек в самодельные плейлисты соответственно жанрам, по этой причине у меня слишком много плейлистов. Хотелось бы оставить только те, которые соответствуют настроению, однако периодически появляется желание послушать только, допустим, транс или бро-степ, поэтому данные плейлисты все еще актуальны. Функция разделения библиотеки по жанрам уже есть у некоторых пользователей, однако есть и сообщение, что ее уже убрали. Что неудивительно, Spotify. Дизлайк. Отсутствует дизлайк, чтобы исключить или минимизировать трек в будущих рекомендациях. Есть альтернатива скрыть трек, которая по замечаниям некоторых пользователей не влияет на рекомендации. Да и располагается эта кнопка не совсем удобно. Надо нажать на меню и уже потом на саму кнопку. Дизлайк, как это реализовано в радаре новинок, был бы гораздо удобнее. Пользователи сервиса сообщают на форуме ForPDA, что данная функция вообще работает некорректно. На одном устройстве трек скрывается, а допустим в ПК-версии приложения трек легко может воспроизводиться. Не включать. Ну и пока мы не отошли далеко от темы дизлайков и прочих запретов, давайте затронем кнопку не включать, которую можно найти в меню на странице артиста. При активации не включать, по сути у вас не должны проигрываться треки этого артиста в будущем. Однако, если ты слушаешь коллаборацию этого артиста с кем-либо еще, то трек запросто может включиться в твоих рекомендациях или иных плейлистах. Ты с компьютера заходишь на артиста, который заблокировался с телефона, тебе просто пишут, разблокируйте его в мобильном приложении, это пишет на компьютере. Они не могут просто одну функцию добавить в компьютер, чтобы можно было на компьютере нормально блокировать, так же как и на телефоне. Они удосужились плашку повесить, что типа вот с телефона как бы разблокируйте или блокируйте, а на компе... Поиск по гуглу. Интересное замечание сделал пользователь панк на танке. Из недостатков могу отметить отсутствие у споте связи с поиском гугла. Когда находишь какую-то группу, в правом блоке поисковика список сервисов, на которых она представлена, а споте среди них нет, даже если группа там имеется. UI баги. Кстати, обратите внимание на системные кнопки в интерфейсе приложения на винде. Разработчики предусмотрели возможность регулировки отображения списка друзей и можно оставить, допустим, только аватарки. А вот системные кнопки в данном случае перестают вписываться в дизайн приложения и перекрывают меню управления аккаунтом. Почему-то не показывается название плейлиста, в который был добавлен трек. Попробую обобщить основные негативные мнения форумчан именно за год работы Spotify в регионе. Главное разочарование многих вновь прибывших пользователей – несоответствие слишком завышенных ожиданий, полученных от чрезмерного пиара сервиса большинством изданий Рунета, с реальностью. Всем из каждого утюга обещали какое-то чудо, а на самом деле оказалось, Spotify всего лишь один из стриминговых сервисов со своими особенностями. Не все были готовы к тому, что хоть он и самый популярный в мире, вовсе не обязательно должен понравиться абсолютно всем и каждому. Плюс объективное недовольство русского комьюнити тем, что за год в сервис так и не завезли полный функционал, доступный в других регионах. Подкасты, тексты, обложки. При этом полное невидение, в чем причина столь долгой задержки и когда, и будет ли вообще это исправляться. Лично от себя могу добавить, что работа русского сектора Spotify вообще слабо ощущается. За все время несколько плейлистов и пару расплывчатых интервью руководителя. И практически никакой обратной связи с пользователями. Видимо, у меня тоже были завышенные ожидания к его работе. Я неспроста процитировал куратора темы Spotify на 4PDA Badmit, так как полностью с ним согласен. А что, если нам не завозят полный функционал, потому что мы пользуемся некой триал-версией, так как цена за подписку существенно ниже остальных регионов. Возможно, этот пробный период закончится как раз 15 июля 2021 года, ровно спустя год после запуска в России и странах СНГ.